Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моём канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, мы посмотрим, как же мы можем создать наше завтра. Как же мы можем сделать его счастливее, богаче, успешнее и радостнее. Я повторяю в каждом видео сейчас, что мои видео на английском вы можете смотреть в синхронном переводе в Яндекс.Браузере. Там действительно перевод идёт голосовой и прекрасно переводят. Я проверила, прежде чем вам это посоветовать. И вы сможете, можете смотреть и слушать все мои видео именно в синхронном переводе на русском языке. Ну а сейчас давайте же посмотрим, что же мы притягиваем к завтрашнему дню и как мы можем это изменить, если нам что-то не понравится. Я хочу вам сказать, что по идее должно всё понравиться. Это король Пентакли. И если не говорить об этой карте, как о карте двора, а говорить о состоянии, а говорить о событиях, то притягивать вы будете такие уверенные события. Я бы сказала по Пентаклям, что события должны быть позитивные. Но, зная энергию, чувствуя энергию, могу сказать, ваш настрой и как вы себя запрограммируете с самого утра завтра и поведёт за собой цепочку событий в течение дня. Поэтому по этой карте запрограммируйте себя на успех. И не важно, или это что-то большое, или это что-то небольшое, просто с утра завтра проснитесь и улыбнитесь. Вот. Возьмите себе привычку, когда вы просыпаетесь, улыбаться. Не важно, что происходит, не важно, что вокруг. Ваша улыбка и ваш настрой, вы будете удивлены, как именно эта улыбка и настрой могут изменить течение событий, могут изменить решения в ситуациях, могут изменить сами ситуации. Поэтому проснётесь завтра, улыбнитесь и дайте себе установку, какой бы вы день хотели получить. А какой это уже ваш выбор? И ещё. Для тех, у кого запланирована встреча, это мужчина, мужчина старше 45, тёмный цвет волос, тёмные глаза, мужчина серьёзный, мужчина владеющий ответами на те вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Эта встреча, скорее всего, состоится. Единственное, что, опять же, если я говорю по пентаклям, ко всему надо подходить основательно. Если вам нужна помощь, и вы берёте консультацию, и не важно, или это ваш знакомый, друг или близкий, или это платная консультация, потому что здесь я вижу и платные консультации тоже. Вы решите, какие вопросы вам надо решить в сфере, которую будет представлять этот человек. И не важно, я же говорю, это может быть как платная консультация, так и встреча с кем-то из друзей, родных, близких, знакомых. Вот именно по пентаклям вам надо подготовиться к этой встрече, имея чёткие, ясные вопросы, которые вы хотите решить. Кстати, если это касается межличностных отношений, то же самое. Поймите, решите, что вы хотите узнать, какая ваша цель. И вот в связи с вашей целью создайте для себя вопросы, которые вы сможете задать и получить на них ответ. Смотрим дальше. Порадуйтесь вы этой ситуации, порадуйтесь вы этой встрече, и порадуйтесь вы именно какой-то встрече, которая может быть ещё и связана не с вопросами, а с семьёй, с родными и с близкими. Потому что ещё один путь, как может проиграться сочетание карт, это встреча с кем-то из вашей семьи, которая принесёт вам радость и удовольствие. Ещё эта карта говорит о том, что в этот день, завтра было бы здорово вспомнить о своих родных, о близких, и может быть позвонить родителям, позвонить детям, позвонить братьям, сёстрам, кому-то из своих родных и близких, просто чтобы сказать добрый день. Не для того, чтобы что-то попросить даже, не для того, чтобы что-то выяснить, а просто обратите внимание на свою семью. И ещё по этой карте у каждого из вас создалось своё определённое убеждение в сторону семьи, родных, близких, мужей, жён. Я говорю сейчас об отношениях в целом. И исходя из этого, что я могу сказать по тому, что я здесь вижу, всё-таки принимать людей, а особенно родных, близких и друзей, надо такими, как они есть, не выставляя свои условия, я уже говорю по соседней карте, потому что условия – это ваше мировоззрение, условия – это ваш набор установок, а у каждого человека есть свой. Поэтому только принимая своих родных и близких и вообще людей такими, как они есть, вы можете гармонизировать свою жизнь, потому что и вас тогда люди будут принимать такими, как вы есть. А если в результате этого преобразования какие-то люди отойдут от вас, или вы отойдёте от этих людей, значит, вам не по пути. Исключение, конечно, родные и близкие, которых иногда нам тяжело понять, тяжело принять, но тут именно осознание того, что это близкий человек, должно вам помочь. Опять я вижу мужчину. Мужчин, вот тут вот и встречи, и какие-то разговоры, и какие-то решения, задачи будут связаны с мужчинами завтра. И опять же, как я сказала, это могут быть кто-то из родных и близких, это может быть кто-то из друзей, знакомых, но именно людей, которые в вашем окружении. И вот тут я вижу, что может быть встреча для обсуждения кого-то или чего-то. И опять повторяюсь, старайтесь обсуждать в позитивном ключе. А вот если это рабочий день, я вам хочу сказать, что вам откроется много интересных возможностей в этот день. И вот откроют вам эти возможности мужчины, их может быть даже два. И зависит всё от того, насколько вы будете открыты к тем предложениям, и к тем изменениям, которые эти предложения могут принести с собой. Поэтому всё-таки выбирайте умом и душой, интуицией всегда. Ну а в целом, если смотреть на это и не анализировать, то день завтра действительно может быть посвящён семье, если это один из путей, в которых может проиграться этот расклад. Ну а если это не выходной день и не посвящённый день семье, это именно ваше посвящение, именно предложение, которое будет поступать. И, конечно, вам надо будет решать для себя что-то.